В Чечне больше заняты политикой. Чеченская оппозиция требует от властей Грозного немедленного освобождения одного из своих соратников Салегова, на арест которого были брошены 30 боевиков из спецслужб. Временный совет полагает, что Грозный начал охоту на ведьм. Сегодня председатель информационного комитета Временного совета Чеченской республики Лече Салегову предъявлено обвинение в государственной измене. Еще задолго до своего ареста Салегов, как активный оппозиционер, был объявлен правительством Дудаева врагом чеченского народа. Оппозиция же рассматривает арест Салегова как продолжение начавшихся в сентябре политических репрессий. В Грозном развернута репрессии дудаевским режимом. Спешно переформируются различные карательные отряды. Путем подкупа завозятся различные наемники. Вот, например, вчера я узнал, это новый отряд, вот из Азербайджана завезен еще один отряд. Что же касается боевых формирований оппозиции, то, как утверждает Временный совет, они состоят в основном из мирных жителей. Чего нельзя сказать о группировке Руслана Лобазанова, который предъявляет своим бойцам особые требования. Здесь нельзя пить, здесь нельзя курить, здесь нельзя быть наркоманом, здесь нужно быть отъявленным последователем шариата, молиться. Здесь строго казарменное положение, никуда уходить нельзя. Вот они знают, а то, что выпили, после предупреждения еще раз я расстрелял людей. Так это было? Да. А то, что были люди пьяные. А сколько расстреляли? Двоих. Сами лично? Да, сам лично расстрелял. А то, что проспали на посту и потеряли автомат, я расстрелял. Сейчас каждая из противоборствующих сторон обвиняет друг друга в жестокости, а обезображенные тела находят в Чечне каждую неделю. И, видимо, прав президент Дудаев, говоря, что чеченцы – это непростой народ. Никто не изучил чеченцев, хотя изучали институты днем и ночью. Елена Масюк, Олег Чупин, Алексей Червяков, телекомпания НТВ из Чечни.